Документы новой концепции, айди-карты, биометрический паспорт, которые с 1 сентября начали выдавать желающим в Беларуси, выполняют те же функции, что и их предшественник. Паспорт образца 1996 года. А потому совсем не обязательно сразу менять свой документ, удосоверяющий личность, на электронный. Бумажные документы будут действительны. Правда, биометрия, как отмечают специалисты, облегчит целый комплекс услуг, которые будет предоставлять государство. К примеру, как запланировано, человек по этому электронному документу может обратиться в поликлинику, сказать, что ему необходим конкретный вид, к примеру, медицинских медикаментов. Врач эту заявку, соответственно, увидит, посредством удаленного доступа сможет посмотреть, выписывался ли ему данный препарат и необходим ли ему. То есть и фактически без обращения в поликлинику, посредством удаленного обращения он фактически получит электронный рецепт, который придет в соответствующую базу данных поступит. И потом он обращается в аптеку и получает необходимые лекарства. Беларусы уже активно используют возможность заказать ID-карту, документ внутреннего пользования, действие которого распространяется только на территории страны. А также биометрический паспорт, необходимый для пресечения границы. Стоит подчеркнуть, что одним из преимуществ документов нового образца является сокращенный срок их изготовления. Если раньше, ну и сейчас изготовление паспорта в обычном порядке надо ждать один месяц, то, конечно же, ID-карту либо биометрический паспорт, этот срок составляет 15 рабочих дней. Если документ изготавливается в ускоренном порядке, то это 10 рабочих дней. Если он изготавливается в срочном порядке, то это 5 рабочих дней. Еще одним, наверное, преимуществом для тех, кто любит путешествовать в этих документах является то, что соответствующий биометрический паспорт, человек может оформить заявку и изготовить себе два биометрических паспорта. Один и второй, к примеру, один он сдает в консульство, а по второму благополучно выезжает, ну для получения визы, а по второму благополучно выезжает за пределы Республики Беларусь. Но и на этом преференции для обладателей электронных документов не заканчиваются. ID-карта устойчива к повреждениям, надежно защищена от подделки и отлично хранит персональные данные владельца. А потому желающих получить документ нового образца немало. С 1 сентября в областном центре на изготовление ID-карт подали заявку более тысяч человек на биометрические паспорта 770, в числе тех, кто смело шагает в цифровую реальность Людмила Шаш. У меня, честно говоря, получилось это спонтанно. Я буквально вот сейчас пришла, делать мне нужно паспорт в связи с тем, что вы из-за границы, и меня немножко не устраивает моя фотография, буду в теперешнем паспорте. И вот обратившись, я поняла, ну надо по-современному идти в ногу. И мне сказали, да, это возможно. Меня этот аппарат в первую очередь как бы удивил, я говорю, а это что? Мне говорят, это новый биометрический паспорт. Ну и все, зачем отступать, мы идем вперед. Я почему-то очень разволновалась, я не ожидала, честно говоря, что это так быстро, это вот в этом маленьком кабинете, так оперативно. Во-первых, через ЕРИП оплата, это очень удобно, не надо в банк идти, и ну оперативно. Пускай люди как бы идут в ногу со временем, но тоже стараются идти на новые средства, коммуникации и тому подобное. Весь процесс занял не более 7 минут. Фотографию делают сразу на месте, после сканируют отпечатки указательных пальцев и фиксируют вашу подпись, приводя ее в цифровой формат. Несмотря на оперативность оформления и степень защиты, таких документов выходят на новый уровень, от визуальной до персональной, с использованием отпечатков пальцев. И быть может, это хороший повод для тех, кто еще сомневается в смене паспорта старого образца на новые документы. Шагаем в ногу со временем.